А сегодня мы будем говорить на тему завет и страдания. Завет и страдания. Но я буду говорить несколько под иным ракурсом. У меня нет никакого желания сегодня смаковать страдания. Вы поймете, что я имел в виду, говоря это. И мы начнем проповедь с известнейшего всем места священного Писания. Итак, завет и страдания. А вообще тема проповеди будет называться «Трость надломленная». Итак, место священного Писания, которое легло в основу этой проповеди, записано в Евангелии от Матфея в 12 главе, где описывается евангелистом Матфеем все, что сказано у пророка Исаии о Христе. Здесь написано слова, которые он сказал «Трости надломленной не переломит, и льна курящего не угасит, доколе не доставит суду победы, и на его имя будут уповать народы». Вот так написано здесь. Вот так написано здесь. Не прикословит, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит его на улицах голоса. Итак, здесь написано о характере Христа, о его отношениях к тем людям, которые по какой-то причине надломились, по какой-то причине они еле-еле теплятся. Естественно, большинство этих людей в своих страданиях, в испытаниях, в борениях, в боли, они приходят к Богу, потому что уже все остальное не помогает. И придя в церковь, эти драгоценные сестры и братья утешаются Богом. И постепенно, медленно, их надломленность, их еле чадящий, вот такой, знаете, фитилек жизни, он постепенно и постепенно восстанавливается в ненадломленность и в горящий светильник. Этот процесс идет очень медленно, но он идет. Иногда требуются месяцы, иногда годы, чтобы восстановиться. Мы знаем боль надломленности. Мы знаем боль, когда в тебе еле теплится жизнь. Но когда мы читаем здесь, что написано о Христе, который будет здесь это совершать, то есть не переломит, не угасит. Здесь стоит через запятую следующее важное утверждение. Доколе не доставит суду победы. Мы знаем, что наш Господь Иисус Христос победил на кресте. Ад, где победа твоя, смерть, где жало твое. Он победитель. Он победил. Доколе не доставит суду победы. И когда мы смотрим на свою надломленность. И когда мы смотрим на свою боль, которая есть внутри каждого из нас. Для нас очень важно посмотреть, сравнить. Как это было в Ветхом Завете. Как люди проходили через страдания. Как люди проходили через надломленность. И через боль. И как это было в Новом Завете. В чем принципиальная разница? Где для нас будет истинное откровение? Вы знаете, давайте вспомним историю Моисея, человека Божьего. Мы знаем, в книге «Исход», это вторая книга Ветхого Завета, вторая книга Торы. Там написана история, каким образом Бог призвал этого удивительного пророка Божьего, служителя Божьего на служение. Если мы смотрим две главы книги «Пророка Исход», третью главу и четвертую главу, здесь подробно описано. И мы уже об этом говорили с вами неоднократно, как Господь возвал ему из горящего, несгораемого куста. Или же по русской традиции «Неопалимая купина». Он возвал к нему, и Моисей ответил ему, и приблизился к нему, и Бог говорил с ним из горящего куста. Мы знаем эту историю блестящую, затем Господь его призывает к себе. И понимая, что ему 80 лет, понимая, что за плечами 40 лет отчуждения, незаживающие раны прошлого, понимая, что есть надломленность в этом человеке, есть страшная боль в этом человеке, не прекращающаяся на протяжении 40 лет. Он отделен от своего народа, от своих близких и родных, он изгнанник, он фактически одинок. Поэтому он полюбил профессию пастыря или пастуха. Знаете, в этом есть нечто. Он уходил пасти овец далеко, подальше от людей. Он общался с овцами. Вы знаете, почему? Потому что вот надломленность, она уже, она несет с собой некое неверие людям. Она несет с собой некое недоверие. Она лишает человека желания общаться с людьми. Почему? Потому что столько боли, столько ран. И вы знаете, там, далеко в пустыне, однажды, отойдя необычно дальше, чем он это делал обычно, в горе Божьей Хариф, он встречает Бога. Знаете, вот у Бога трости надломленной он не переломит. Многие думают, но нельзя жить с надломленностью всю жизнь. Да, конечно, нельзя. И Новый Завет нам доказал, что нельзя. Эти слова из Исаии, которые характеризуют Христа. Я еще раз уточняю слова Матфея. В 12 главе взято у Исаии, то есть Ветхом Завете. И они характеризуют служение Христа. Потому что Ветхий Завет, он является детоводителем ко Христу. Он является тенью будущих благ. Мы должны понимать эти вещи. Итак, дорогие мои, здесь в этих двух главах написано о том, как Бог начал призывать его. И как он начал поправлять в нем эту надломленность, эту боль. И здесь написано в 4 главе, что когда он сказал о той высочайшей миссии, которую должен понести Моисей для своего народа, здесь очень четко Бог начинает его исцелять. Он возвращает его к той былой власти, которую он обладал, будучи принцем Египта на протяжении 40 лет. Но возвращать его не к власти светской, а к власти духовной. И Господь говорит, что у тебя в руке. Знаете, Бог начинает работать не с тем, что у тебя нет, а что у тебя есть. И чем ты пользуешься каждый день. Многие из нас на самом деле уже забыли, что тот, кто в нас, он сильнее того, кто в мире. И то, что дано мне, оно сильнее того, что у моих противников. То, что мы вооружены Богом, во все оружие Божие, мы часто это забываем. И Бог, когда начинает восстанавливать нас, нашу надломленность, наши страдания, потому что в заветных отношениях с Богом прописано и страдания, которые мы несем, и которые Он несет. Потому что если мы думаем, что только мы несем, если мы забываем, что вот эти все страдания Он нес, и в Писании очень четко написано, очень ясно написано, Евреям 5 глава, 7-8 стих, Он в одни плоти Своей, речь идет об Иисусе Христе, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, не просто молитвы, но и моления. Моление – это особенная молитва, и многие умеют молиться, но не знают, что такое моление, потому что моление – это пробиваться через толщу неверия, через все свои сомнения, через свою надломленность, там, где у тебя еле тлеющий фитилек, и ты его зажигаешь. Молитва важна, но моления, они дают кислород, дух этой молитве. Здесь написано, принес молитвы и моление могущему, спасти его от смерти. И услышан был, вот очень важное слово – услышан был за свое благоговение. Благовение – это особое отношение с Богом, это абсолютное растворение себя в воле Божьей, это абсолютное согласие с Его волей, потому что, понимаете, многие из нас говорят, у меня такая доля, на меня выпала доля, доля, вы знаете, доля, назови ее не долей, а волей Божьей. Тебе будет проще надломленность свою восстановить. Это не доля твоя, это воля Божья – пройти путь, потому что в завете есть страдания, есть испытания. Давид говорил, испытай меня, Боже, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь истины. Вот что такое завет в страданиях, завет в испытаниях с Богом. Здесь написано, хотя он и сын, но и говорит, зачем мне страдать? Зачем мне вопить? Зачем мне молиться? Ну, уже сказал я сын, для сестер он сказал, ты дочь? Ну, зачем мне еще вот это? Вы знаете, это нужно не ему, это нужно тебе. Потому что, когда ты находишься вот в этих молитвах и молениях, когда ты понимаешь, что он прошел точно так же, ты, подражая ему, как Павел говорит, подражайте мне, как я Христу, ты отождествляешь себя с ним, и как он победил и принес, написано, суд, победы, точно так же побеждаешь ты. Здесь написано, хотя он и сын, однако, однако написано, страданиями, навык к послушанию, страданиями, навык к послушанию. Это очень принципиально здесь написано, к послушанию. Это не оговорка, это не случайность, страдания, навык к боли, навык к терпению. Здесь написано, навык еще к чему-то, навык к послушанию, потому что мы говорим сейчас о воле Божьей, которая благая, угодная и совершенная. Навык к послушанию. Здесь написано, и совершившись через это послушание, и совершившись, это стих 9, и совершивших, сделался для всех, послушных ему, послушных кому? Ему, ни боли, ни надломленности, ни обидчикам, ни противникам твоим, а послушным ему. Здесь написано, виновником спасения нашего. Виновник, слово какое используется красивое, он виноват в нашем спасении. Виновником нашего спасения. Как интересно. Он стал виновником нашего спасения. Вы знаете, у Марка в первой главе, стих 34 написано, и он исцелил многих страдающих различными болезнями. Колоссянам 1,24 написано, «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас», пишет Павел. «Радуюсь в страданиях моих за кого?» «За вас», пишет Павел. И здесь написано, «И восполняю недостаток», вот слушайте внимательно, «восполняю, радуюсь», какая хорошая фраза, «в страданиях моих за вас», и вот в этих страданиях, в этой радости о страданиях, «я восполняю недостаток в плоти моей», а все знаем проблемы во плоти, которые описаны в послании Коринфянам, «восполняю недостаток в плоти моей скорби Христовых». Он не говорит «моей боли», он не говорит о жалах в плоти, хотя о жалах в плоти он пишет подробно. Он говорит, «я восполняю недостаток в моей плоти страданий Христовых за тело Его, не за себя, а за тело Его, которое есть церковь». Какая сложная фраза, да? Павла часто обвиняли, что он писал, что пока ты дойдешь до конца этой фразы, вот проблемы у тебя возникают с пониманием всей фразы. Я думаю, здесь принципиально все понятно. Понятно. Всем понятно? Все понятно? Ну, к концу пропады будет точно. Вы знаете, написано, Кремлина 8 глава, 17-18 стих. Кремлина 8 глава, 17-18 стих. Написано, если дети, а мы его дети, правда, да? Если он сын, который был услышан за свое благоговение, если он сын, а мы его дети, если дети, пишет Павел в послании Кремлина 8 глава, 17-18 стих, то и наследники, то есть наследуем, что Павел говорит, что я, собственно говоря, когда страдаю о вас, я восполняю то, что у меня не хватает для в моей плоти страданий христовых, недостаток. То есть, по сути, он говорит, если то и наследники Божии, с наследники же Христу, если только, он опять пишет об этом, с ним страдаем. И у нас выходит очень интересная тема. Мы вообще с кем-то, с кем страдаем? О, я страдаю со своим мужем, вы даже не представляете, как. О, у меня такие дети, я так с ними страдаю. У меня родители, Господи, вот если вы их увидите, уже из разума выжили, все уже, маразм полный. У меня такие соседи, у меня такой начальник, у меня такие... Я... Здесь написано совершенно по-другому. Если только с ним страдаем. Послушайте, вы знаете, нужно фокус сместить. Фокус сместить. И мы говорили в прошлом воскресенье, когда я говорил о страдании, о завете мужества. Смести фокус на того, кто является истинным виновником твоей победы и твоей славы. Смести фокус с человека, смести фокус с обстоятельств, на него. Здесь написано, здесь написано, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Слушайте, а дальше интересно? Фактически страдания нас ведут к чему? К славе. Теперь хочется понять, о каких страданиях вообще идет речь? О каких страданиях идет речь? Вы знаете, 18 стих этой же главы, «Ибо, думаю, пишет Павел, что нынешние временные страдания…» Итак, речь идет о нынешних временных, временных, все слова, знаете, временно. Ничего нет в России так постоянного, как временное. Но это только в России, к счастью. Во всем мире все по-другому. В Евангелии все по-другому. Мы привыкли, когда у нас говорят, здесь временно, вот мы пока отремонтируем так чуть-чуть временно. Мы понимаем, что это навсегда. И вот мы, вот воспитанным, вот с молоком матери приняли, что в России, в нашем менталитете все, что временно, постоянно. Здесь Павел пишет. Я думаю, он говорит, что нынешние временные страдания, страдания, ничего не стоят вообще. Вообще там слова нет, я добавил, чтобы усилить. Они вообще ничего не стоят. Ты говоришь, ну как, Господи? Иов говорит, если бы кто взвесил на весах, страдания мои, они перевесили бы весь песок морей, Боже мой. Ну, это Ветхий Завет, слава Богу. Смотрите, здесь написано как, ничего не стоит в сравнении. Знаете, все познается в сравнении. И мы должны с вами познавать всю нашу жизнь в сравнении. Ничего не стоит в сравнении с чем? С той славой, которая откроется в Боге, написано, да? Я ошибку сейчас сделал, нет? Ошибку я сделал, да? Здесь написано в нас откроется. Здесь написано слава, которая откроется в нас. Но, естественно, без Бога она не откроется. И тогда начинаешь читать эту фразу по-другому. Если дети, то наследники Божие. Это все связано с Ним. Сонаследники Христу есть и только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться, ибо, думаю, нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Боже мой! Есть надломленность, есть так немножко фитилек, что-то там подкручиваю, временами помолюсь, почитаю, как-то вот по бодрству немножко. Он говорит, я хочу, чтобы в тебе открылась Его слава. Я хочу завет и страдания. Страдания это некая временная, вот временная ситуация, временная что-то вот такое, что должно в тебе что-то изменить, что-то очистить, что-то осветить. страдания не ради страданий, боль не ради боли, но Павел просил, он говорит, я просил Господа, о чем он просил Господа, чтобы он что сделал, то помнит, удалил, что удалил, сжал из плоти, почему? А потому что она его мучила. Он говорит, слушай, Павел, ну Павел это не расценивал, наверное, в начале как временное страдание, он потом увидел, что это временное страдание. Вы знаете, апостол Павел пишет в 2 Коринфянам в 11 главе 23 стихом. Мы в том вернемся с вами в исход, вы не переживайте, мы исход не оставим. Куда же мы денемся без исхода? Исход это исходящее, так сказать, исходящее, вот что-то должно произойти в нас. Павел пишет об опасностях, в одном стихе там написано, стих, по-моему, 23, написано об опасности, который там после 23 стиха написано об опасности. Он вообще пишет, вот там он пишет, в каких он был проблемах, сколько его преследовали, били и прочее, прочее, в опасностях он там был везде, везде, везде. И он там тоже пишет о славе. А следующая глава, фактически, да, это 11, а в 12 он как раз и описывает, что он был восхищен до третьего неба, слышал неизвеченные слова Господа, помните, да, вот, и просил Бога, чтобы он вот удалил жало из плоти и так далее. Бог говорит, довольность тебя чего? Благодати Моей. Ибо сила Моя совершается в немощи. И мы вот, вот здесь вот немощь и страдания, немощь и надломленность, это одно и то же или не одно и то же. Когда мы думаем, да, вот об этом месте Священного Писания, и здесь Павел очень много, на самом деле, вообще пишет о том, что признаки апостольства, после того, как он говорит, что сила Христа совершается в Моей немощи, он пишет, когда я немощен, тогда я силен. И дальше он пишет в этой же 12 главе, 12 стихом, что признаки апостольства, они перед вами. И там написано, что с великими знамениями, чудесами и силами. Смотрите, он поднимается, это надломленность, а у него много было надломленностей. Вспомните, он был гонителем церкви, и всегда, когда он встречал родственников, тех, кого он влачил на убиение, он эти глаза, эти лица напоминали ему о том, что он был гонителем церкви. И то, что его не принимали долго апостола в качестве апостола, это всякий раз, когда он видел Петра, Иоанна, Иакова, их лица. Мы все, нам очень хочется встречаться с величайшими помазанниками, но иногда мы вспоминаем, как мы что-то делали больно этим помазанникам, иногда мы вспоминаем какие-то не очень приглядные времена наших отношений, эти временные страдания наши, вы знаете, и вот тогда мы где-то получаем внутренний укор себе. Но Павел здесь пишет о другом, что когда он прошел все это, и когда открылась ему тайна страданий, он сказал, когда я немощен, тогда я силен. Завет, и страдания, трость надломленная, которую Бог, вы знаете, все мы вышли, как написано, из тенистого болота, из рва он извлек нас, и мы оттуда вышли все надломленные, еле курящаяся в нас жизнь была. Для чего он так сделал? Для того, чтобы провести нас через свою славу и дать внутрь нас прославить нас и свою славу. Слышите, братья и сестры, я хочу, чтобы мы понимали это. Вы знаете, апостол Павел в послании Колоссяна в первой главе стихом 24, он пишет интересную фразу, «Ныне радуюсь». Вообще, Павел, у него не так было много причин, ну, как нам кажется, если бы прочитать все эти, всю эту главу 11 об опасностях, которых в жизни он подстерегал, Павел, как ты успел вообще радоваться? Вот, и с Варнавой у него не все получилось, и с Марком тоже, и вообще все не так было просто, как кажется. И по отношению к собственному народу он умыл руки и сказал, «Иду к язычникам», и так далее, «Мываю руки свои, ваша кровь вот на вас», там, и так далее, да. И вот, где он находил эти минуты радости? В чем находил? А вот, в чем находил, Колоссянам 1,24 написано, «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас». Красиво, правда? Я это прочел уже. Я хочу еще раз напомнить. У него была причина радости. Какова причина у него радости? В страданиях за вас. Какая причина нашей радости? Не страдать ни за кого. Быть свободным это всех. Быть вообще свободным. Это правда. Итак, как Бог в ветхие времена ставил своих служителей? Исцелял ли он их надломленность? Исцелял ли он их боль? Их отверженность? Или они становились величайшими Божьими помазанниками и продолжали испытывать эту боль внутри себя? Я сказал, в начале проповеди, чем отличалось ветхозаветное страдание от новозаветного страдания? В этом есть принципиальное отличие. Итак, жизнь Моисея. И так Бог его призывает и говорит, Моисей, у тебя есть все для того, чтобы победить. У тебя есть посох или жезл, правильно, да? Он говорит, что у тебя? Он говорит, жезл. Четвертая глава книги Исход, второй стих, третий стих. Он говорит, брось его на землю и начинаются чудеса. Потом он говорит, руку свою за пазуху, вытащи. То есть он показывает величие, слава. Он говорит, в тебе это все есть. Дорогие мои братья и сестры, израненность Моисея не смутила Бога, его надломленность не смутила Бога поставить его величайшим вождем народа Божьего. Это утешительная мысль для каждого, кто чувствует себя надломленным жизнью. Кто чувствует, что жизнь так тебя помяла, так тебя побила. А тебе еще предлагают стать воистину Божьим служителем. А ты говоришь, я весь изломан. Моисей был весь изломан. И вот у каждого из нас всегда вопрос к Богу. Господи, ну вот сейчас он заключает с тобой завет, хотя он с ним заключил завет еще в утробе матери, между нами говоря. Вот сейчас заключается завет, и ты подпишешь свою часть, я свою, и вот в этой части у меня, Господи, раз ты меня ставишь на такое высочайшее служение, у меня к тебе будет одна маленькая просьба. Ну, две по сути, что одна вытекает из другой. Итак, какая просьба была у Моисея к Богу? Потому что он видел все серьезно, все Бог по-серьезному говорит. Он по-серьезному показал силу жезла, который в его руках, силу чудес и знамений, которые тоже в его руке, которые он сунул за пазуху и вынул. Все по-серьезному. И он понимает, что Бог не шутит. Братья и сестры, Бог с нами не шутит. Кто скажет аминь? Слава Богу! И сказал Моисей Господу в 10 стихе, когда он первые девять стихов убеждает его чудесами, силами и знамениями. Кто-то скажет, но меня он не убеждал чудесами и силами и знамениями. Да вообще величайшее чудо, что ты христианин. Это почище, чем с жезлом, почище, чем с рукой. Потому что современный человек, если становится христианином, это уже чудо само по себе. 10 стихе сказал Господь, и сказал Моисей Господу, о Господе. Итак, первый аргумент, очень важный аргумент, который он вынес из своей надломленности. И он хотел этот аргумент предъявить Богу в качестве, ну, скажем так, чтобы Бог скорректировал свои планы, а если он все-таки будет настаивать на том, чтобы Моисей будет вести народ, чтобы его избавил от этой надломленности. Давайте посмотрим, здесь написано, человек, я неречистый, таков я был вчера и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, тяжело говорю, я косноязычен, то есть заика. Косноязычен. Вот аргумент, очень хороший аргумент. У каждого из нас есть свой аргумент к Богу. Правда? Это правда. Между прочим, вчера, когда мы хоронили Ивана Петровича Федотова, там было кусочков проповеди, которые он произнес в конце уже, и он о себе засвидетельствовал, что он всегда был заикой, косноязычным, тяжелоговорящим. Кто внимательно слушал, кто был на похоронах, вы знаете, но когда он проповедовал Евангелие, никто не мог подумать и поверить в это. это было, это было Дух Святой просто брал его, его уста. Вы знаете, но он сказал фразу такую, что он его исцелил, когда призвал на служение. Вот чем отличается Новый Завет от Ветхого, да? А вот Моисей не стал. И здесь вот что написано. Господь сказал, кто дал уста человеку, что делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым, не я ли Господь? Итак, пойди, сказал Господь, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. И он сказал, я тебя не исцелю по-другому. Слышите? Он не исцелил его надломленность. Он оставил его некая ограниченность в возможностях. Почему? Почему? Потому что он всегда работает, зная нас настолько, что мы сами себя не знаем так. И когда он с нами работает, если одному человеку говорит, я тебя посылаю, и я тебя исцеляю от твоего косноязычия, то другому говорит, нет, я даю уста, я даю зрение, я даю все, но я буду при твоих устах. То есть другими словами ты останешься косноязычным. И вот здесь возникает очень важный вопрос. Он говорит, итак, иди, я пойду и научу тебя и так далее. Господи, пошли другого, кого можешь послать, и возгорелся написано гнев Божий на Моисея. Следующий стих. Восгорелся. Почему возгорелся? А потому что он не пожелал согласиться с волей Божьей. И так Бог мог, я скажу такую фразу, возревновать нас к своей воле или по-другому возгневаться. Это, вы знаете, на самом деле, когда нам кажется, что вот эта надломленность, если она не исцелится, то я не способен буду достаточно правильно, сильно, помазанно служить Богу, мы часто забываем, что то, ту надломленность, на которую думаю я, косноязычность в данном случае, не имеет отношения к истинной надломленности, которая есть во мне внутри. И Бог исцелил его настоящую надломленность, оставив, как и у Павла, то жало воплоти, которое не имело отношения к помазанию, к силе, к славе и к прославлению Бога. Кто меня услышал сейчас? Нам кажется, что мне мешает вот это, а Бог знает, что мне истинно мешает. И Бог, и мы часто с Богом общаемся, вот я, я знаю, Господи, что препятствует мне. Господь говорит, нет, я знаю, что препятствует тебе. И я буду при устах твоих, и я посылаю тебя, и я исцеляю твою истинную надломленность, и ты будешь гореть, как и Иеремия говорит, я противился и сказал, что не буду больше говорить о тебе, но был огонь, заключенный в костях моих, и я увлечен тобой, Господи, ты сильнее меня. Слава нашему Господу. Вы знаете, Он один знает истинную причину надломленности, и Он один знает, как истинить эту причину надломленности. Я хочу, чтобы мы увидели, вы знаете, потому что многие из нас еще продолжают ждать, прежде чем начать поистине служить Господу, пока ты не исцелишь. Он говорит, ну и жезл у тебя в руках, да, в руках, и все у тебя в руках, все в руках, но, Господи, пока ты не пойдешь на мои условия, я не пойду на твои условия. Это очень принципиально важно. Заветы страдания. Мы неправильно понимаем страдания. И когда я страдаю в молитвах, в молениях, и вы знаете, есть одно место Священописания, вот вы не найдете нигде фактически. Знаете, вот есть такое слово борьба. Все знают слово борьба, да? Давайте перейдем уже к борьбе. Борьба – это хорошо. Один человек боролся с Богом. Помните, да, 28-е бытие? Боролся с Богом. Боролся с Богом, но выиграл тогда, когда проиграл Богу. Чтобы победить Бога, нужно ему проиграть. Кто знает такой закон? Потому что вся наша жизнь это фактически борьба с Богом. И поэтому мы страдаем. Мы страдаем, потому что не можем доказать Ему. Не можем доказать другим. Не можем доказать, что я знаю. А написано, кто говорит, что он знает, он вообще ничего не знает, как должно знать. И мы страдаем не потому, что нас Бог заставляет страдать, а мы страдаем, потому что мы не хотим покориться, мы не хотим подчиниться, мы не хотим проиграть Ему. Послушайте, никому не проиграли, кроме Бога. Это человек по имени Иаков. Он открыл для нас на самом деле закон победы. Он выиграл тогда, когда проиграл. Как красиво звучит, правда, да? Выиграл, когда проиграл. Был ли он тростью надломленный? Ой, еще какой. Там не просто трость, там бревно надломленное. Потому что он себя бревно, он себя видел, знаете, не тростью, он себя видел могущественным кедром. А рождение было вторым, а первородство не его. Наследство не его, благословение не его. И он должен был жульничать, лгать, юлить, покупать за чечевичную похлебку. Я, между прочим, был недавно в Уфе. И наш епископ Уфимский потрясающую готовит чечевичную похлебку. Он мне сварил и сказал, я еще хочу, еще этого красного хочу, еще. Я понимаю, как он подсадил на это красное Иаков своего брата Исава. И однажды, когда он был голоден, он говорит, на кону первородства. Знаете, Иаков страдал по поводу права на первородство. И даже обманным путем получив, он понимал, что отца-то волю он не изменит. Вы понимаете? Вы знаете, на самом деле, вот эта вот надломленность, вот эта вот ущербность, вот эта вот какая-то неполноценность, она настолько проникает сегодня в церковь. И мы где-то себя вот так ведем. Ну, кто я такой? Послушайте, заветы, страдания, это не имеет отношения, что Бог тебя заставляет страдать. Бог вообще, он написан, я прочитал уже, да, всех страдающих, он что сделал? Исцелил. Он тебя исцелил, меня исцелил. А если я страдаю только потому, что не хочу согласиться, не хочу согласиться с его волей, не хочу проиграть ему, я хочу выиграть все битвы. Вы знаете, в первых общинах христиан символом христианства не был крест. Может быть, для кого-то это прозвучит немножко кощунственно, что я сейчас говорю и буду говорить. Но я хочу это говорить. Потому что потом, начиная с четвертого века, крест или символ креста, как символ борьбы, как символ войн, будет озарять весь путь христианской церкви. Этому пути не будет конца по сей день. Цели меняются, противники меняются, но борьба креста со всем остальным остается. И множество христианских церквей, они движимы исключительно символом борьбы. Я хочу сказать, что первые три века в христианстве был другой символ. Нет, я сразу хочу оговориться, я за крест. Я за крест, потому что крестом Христовым мы спасены. На кресте мы спасены. Но я сейчас говорю о символах, которыми мы движемся. В первой христианской церкви, первая община была символом рыбка. Вот так вот и вот так вот, да? Ну, как у нас на воротах. Собственно говоря, что означал этот символ? Этот символ означал следующее. Иисус Христос, царь иудейский. В рыбе переплетение букв, которые символизируют вот четыре эти слова. В символе рыба означает «ихтос» по-гречески. И в символе букв переплетается Иисус Христос, царь иудейский. Послушайте, вот это было символом. Затем символом была чаша, которая во время Тайной вечери Иисус предложил пить своим ученикам. Символом была опреснок, хлеб, который Он сказал себе из тела Моё. Символом была виноградная лоза, кисть виноградной лозы. Это тоже был символ. И кое-что хочу сказать, что все эти символы имеют весьма мирное значение. Кто заметил? Весьма мирное значение. И лоза, и чаша, и хлеб. Это очень мирное значение. И рыбка. Это мирное значение. И там не было воинственности. Потому что наша брань, пишет Павел, не против крови и плоти, но против мироправителей, властей. Мы выкосим вот куда наша брань. Он нас убирает от неправильных страданий, от неправильной брани. Мы страдаем не потому, что все заставляют нас страдать, а потому что мы не покоряемся, не подчиняемся одному важнейшему символу Нового Завета. Символа, у которого нет противников. Слышите, да? Знаете, что такое? Вы знаете, на самом деле, что у меня на первом месте? Человек страдающий. Знаете, вот очень удобно иметь символом крест. Сейчас я буду говорить очень тяжелые вещи, сразу предупреждаю. Почему? Потому что он как бы олицетворяет мою жизнь. Потому что на кресте Христос что делал? Страдал. Что делаю я в своей жизни повседневной? Страдаю. И мне очень понятно его крест. Потому что я 24 часа, многие страдают, кто-то поменьше, пару часов в день, кто-то там 15 часов в день, кто-то там два раза в неделю страдает, когда приходит на работу там или не уходит вообще. Я не знаю, я не знаю, или вид кого-то вдруг внезапно там, кого не хотел видеть. Человек страдающий, больной, да? Вот он греховный. Он выбирает то, что ему легче отождествить со своей жизнью. Крест – это величайшая победа Христа. Величайшая победа Христа. Но я хочу кое-что сказать. Он, победив на кресте, сделал нас свободными. Вот это очень важно, да? Я еще раз говорю, будем строить храм, будет там стоять крест, естественно. Но я хочу, чтобы мы отождествяли себя с его любовью, с его телом, ломимом за нас, с его победой, с его жизнью. Вы знаете, что он всегда, что такое крест? Крест – это все-таки как бы напоминает тебе, что ну ты надломленный, оставайся надломленным. Вы знаете, крест – это символ его победы над надломленностью. И победив крестом, он нам дал любовь. Вы слышите, да? Вы знаете, кто знает один простой закон? Борющийся человек всегда зависит от кого? От противника, с кем он борется. Кто-то знает этот простой закон? Дело в чем. Что это очень простой закон. Нами управляет всегда, когда я борюсь с кем-то, противник. Он управляет нашими мыслями, желаниями, нашими планами. Кто-то думал об этом когда-нибудь, нет? Вот то, с чем я борюсь, оно управляет мной. Я перед тобой ставлю цель победить вот это. И когда начинаю, я не важно кого, допустим, победить жену свою, например. Победить мужа своего, победить детей своих, победить там еще кого-то, там начальника победить. Не важно кого победить. Я ставлю цель. И вот, и вдруг этот человек чувствует, что я его объявил во противнике. И я начинаю. Вот есть одно место в Евангелии, которое говорит о том, где Христос боролся. В Гефсиманском саду. Евангелие от Луки, значит, 22-44. Написано, там написано, что он, вот он написано, находясь в борении. И мы не дочитываем дальше. Там написано в молитве еще. Покажите нам это место, пожалуйста. Евангелие от Луки, 22-44. Там так и написано, что в борении. Это единственное слово борения, которое есть в Новом Завете. Другого там нет. Вот этого слова больше нет. Написано, находясь в борении, прилежь не молился. Как победить борение? Борение может победить так. Победить противника. Вы знаете, вот все войны, и в том числе с крестом, которые велись. Все до одной войны, так называемые религиозные войны, они не были выиграны. Кто знает об этом? Ни одна война не была выиграна. Мы никогда не выиграем ни одних войн. Если будем бороться. Написано, кто скажет, там написано, наш противник дьявол, который ходит как рыбающий лев. И сейчас его поглотить. Кто помнит, что так написано? Он ходит, рыкающий лев, наш противник, дьявол. У меня вопрос. Вот в этом борении на кресте с кем боролся Христос? С дьяволом? Да какой-то мелкий для него противник-то, собственно говоря. Мне кажется, что... Я себе не представляю, что... Христос борется с дьяволом, например. Мне как трудно представить. Бог борется с каким-то падшим ангелом. Я не знаю. Неужели такой падшим ангел такой сильный, что с ним борется Бог? Вы знаете, с чем все-таки он боролся? Написано, он взял на себя грехи всего мира. Там, если дальше читать, да. Он эстезуем был, но страдал добровольно. Ну и так далее. Там много чего написано, да. Как овца был введен на заклане, как агнец пристыгучий, он безгласен. Если вот... Если его противник дьявол, или какие-то там бесята, или там беса какие-нибудь, ну там мы слишком умоляем фигуру Христа. Мы ее не сводим куда-то вот, ну, до уровня борца, на какой-то вот там, на татах, там он борется с кем-то там. Вы знаете, я понимаю Иакова, который боролся с Богом. Я понимаю, что Бог по милости своей немножко что-то там сделал, да, с его бедром там, да, с чем он там сделал? Кто помнит, с чем он там сделал? Повредил там что-то ему, да? Вот, при величайшей милости. Вот, в лице Иакова боролся целый народ против Бога, на самом деле, да. И продолжает бороться, да. И всегда вот Бог, чтобы помиловать этот народ, помиловать нас, он нам что-то повреждает. И нам кажется, вот это страдание, но это страдание ради его славы, ради нашей славы в нем. На самом деле, мы иногда неправильно понимаем вообще слово страдание, с чего я начал говорить, да. Вот то, что... Вы знаете, да, можно сказать, да, как ты так можешь говорить, но, конечно, Христос на кресте боролся с дьяволом, находясь в борении, прилежно молился. Но мы забываем перед этим пару стихов назад слова. Когда он, находясь в Гефсиманском саду, там написано, что он молил отца, да минует меня чаша сия, кто помнит, да, впрочем, не как я хочу, но как хочешь ты. Вот о чем он молился. Вот о чем он был в борениях. Там о дьяволе не сказано ничего. Вы знаете, мы слишком демонизируем эту фигуру. Она у нас иногда... Вы знаете, мы говорим, да, наш противник – сатана, но наш Иисус Христос победил сатану. Вы знаете, мы очень часто демонизируем все вокруг себя, забывая о том, что завет и часть та страдания, которая описана в завете, это для нас величайшее, откровение – величайшее благословение, потому что это... Вот вы знаете, собственно говоря, что принес Христос в наш мир, да? Ну, я не буду оригинальным, если скажу, да, вот, находясь в борении, прилежнее молился. Я не буду оригинальным, я скажу, что он принес любовь. Он принес свет. Он принес радость. Он принес исцеление, правда? Он исцелял, воскрешал, изгонял бесов. Вот это он принес в этот мир. Он принес свою божественную любовь. Вот что он принес в мир. И когда мы смотрим на подвиг Христа, мы начинаем понимать, что он сделал, собственно говоря, для нас. Любовь не имеет противников. Вы знаете, и еще раз напоминаю, Иаков проиграл, в ней выиграл, когда проиграл Богу. Проиграв Богу, он выиграл. У нас есть только одно средство, чтобы в завете и страданиях быть победителями, когда я позволяю себе проиграть Богу, чтобы выиграть. Значит, проиграть Богу, согласиться с Его условиями завета, согласиться с Его волей, она всегда благая, угодная, совершенная, согласиться с тем, потому что написано в первом послании Коринфянам в 13 главе, если я говорю, языками человеческими, английскими любви не имея ничто. Написано, ныне превратить сии три, вера надежда в любовь, любовь из них больше. Потому что там написано, любовь всему верит. Когда мы читаем все это, мы понимаем, что там никакой борении вообще речи не идет. Там речь идет о другом. Ныне, как сквозь тускло стекло, гадательно, мы как бы смотрим и так далее. Там идет речь о чем? Что мы растворены в Его любви. Любовь всепобеждающая. Любовь, которая не ищет своего. Любовь, которая безусловная. Вы знаете, у тебя может быть, у меня масса противников, и я буду бороться с ними всю жизнь. Если буду бороться с ними, с ними их же методами. Или вы знаете, многие говорят, у нас у церкви столько много врагов. А я говорю, у церкви есть один защитник. И наша брань не против их крови плоти. Послушайте, потому что касающийся нас касается зеницы его ока. Вы слышите? И написано, отдайте гнев, войну и все остальное Богу. Так написано. Он победитель в этой брани. А мы что делаем? А мы свет этому миру. Мы соль этой земли. Приходится страдать соли? Да, когда ее едят, конечно. Приходится свету противостать тьме. Написано, когда свету тьма убегает. Кто убегает? Свет убегает или тьма убегает? Тьма убегает. Я хочу братья и сестры это исповедовать. Вы знаете, мы дети Божьи. Мы христиане. Мы царственное священство. Мы апостолы по призванию. Послушайте, я прошу, умоляю, давайте, вы знаете, написано в Священном Писании, что Иисус сказал, что борющийся не свободен, а мы во Христе свободны. Борющийся сконцентрирован на тем, с кем он борется. А я и ты, мы сконцентрированы на Христе. Кто с ним борется, подымите руку, кто с Христом борется. Я с ними борюсь. Я хочу, как Павел, подчиниться ему. Я хочу, как Моисей, подчиниться ему. Я хочу, как многие святые и праведники подчиниться ему. Они противостояли ему, противостояли. В чем? Не соглашались. Он не шел на их условия, потому что у него есть его условия. И его мысли не их мысли, его пути не их пути. Но пока они не согласились с его мыслями, с его путями, с его словом, они продолжали с ним бороться и всякий раз проигрывали. Я всегда говорю Христу, я не против, чтобы ты мне что-нибудь там, как Иакова, чуть-чуть повредил. Но он говорит, я же не могу это сделать. Ну как не можешь, Господи, ты в Ветхом Завете делал, а в Новом Завете не могу. И я начинаю понимать, что это моя часть. Моя часть. Царство Божие одни новых усилий берется. И моя часть, моя часть, написано в мертвите, земные, члены свои, которые восстают на Божью правду. Это не в смысле физического мертвителя там отрубить, что-нибудь там, не знаю, отберите. Нет, моя часть, моя часть встать на его сторону, встать на сторону света. И тогда я по-другому смотрю на страдания. Я по-другому на все смотрю. Павел по-другому смотрел. И он сказал, когда я немощен, когда вот эти страдания приходят, когда боль приходит, когда отчуждение приходит, когда предательство приходит, я силен. Вы слышите? Я верю. Я верю в могущественное Слово Божие. Я верю в то, что здесь написано, о чем мы сегодня проповедуем. Я верю, что это Слово настолько могущественное, настолько сильно. Ныне радуюсь, пишет Павел, страданиях моих за вас и восполню недостаток в плоти моей. Мы сейчас о чем говорим? О страданиях. Оно где приходит в плоти моей? Правда? В духе моем, в душе моей, там вот, в эмоциях моих. Он говорит, кто хочет восполнить недостаток, братья и сестры, в своей плоти? Восполнить недостаток, чего здесь написано? Восполнить недостаток в плоти моей скорбей Христовых. Не своих, а плакиваний, плача Ярославни, которые на всю Русь звучит, когда ты плачешь у себя дома себе, любимым и брошенным. Это плач Ярославни называется. Он хочет восполнить в тебе и в мне, в нашей плоти, что хочет? Недостаток, чего? Страданий Христовых. Вот он, что хочет восполнить. За тело, а за что эти страдания Христовы он хочет в моей плоти восполнить? За церковь его, за тело его, которое есть его церковь. Вот что он хочет восполнить. Братья и сестры, у нас, ну, условно говоря, у нас есть противник, дьявол, но он не, он не плоть, он дух. Воинственные орудия, воинственные наши, они не плотские. Они духовные. Для разрушения чего? Твердыни вот этих сатанинских. Разрушают духовно, духовно. Я очень хочу, чтобы Господь сейчас исцелил каждого из нас. Я не против креста, я за крест. Крестом сим, да, побеждаем. Но я из-за тех символов, которые всегда давали христианству силу любви, силу радости, силу прощения, силу милосердия. Милосердия. Не борись ни с кем, кроме самого себя, пожалуйста. Самый большой противник, это сам себе. Многие сами себе выдумали противников. И наш противник, дьявол, всегда тут как тут. Он говорит, о, ты себе придумал противника, сейчас я его так усилю, я его так вооружу, и ты потратишь всю свою жизнь на борьбу с ним. Борись с собой, чтобы исполнить волю Божию, благую, угодную, совершенную. Чувствуешь, не побеждаешь, разреши ему чуть-чуть что-то там в тебе сломать, чтобы он победил тебя. Вот о чем сегодняшняя проповедь. Я верю, что это очень важное слово было для нас. Я верю, что Моисей кратчайший человек из всех, которые когда-либо жили на земле. Когда однажды, через 40 лет, он забыл свою часть завета и увод Миривы сделал то, что не повелел ему Господь, ударил по скале и заодно еще обличил народ. Цена этой забывчивости великого помазанника Божьего была слишком велика. Он не вошел в обетованную землю. Но я знаю, куда он вошел. Кто знает, куда он вошел? В Царство Небесное. И мы видели его вместе с Иисусом Христом на горе преображения. Послушайте, и вы знаете, цена за то, что мы иногда делаем, весьма может быть велика. Но я знаю один закон. В Новом Завете мы мытой кровью Христа, мы имеем власть, силу, победа, любви. Я знаю, что это самый сильнейший закон. Слушайте, после сегодняшней проповеди, после сегодняшнего служения откажись от всех своих противников. они будут противники руководить тобой жизнью. Твоей, не ты. Потому что противник задает, куда он перемещается, смотришь, он там, он там, он там, оттуда стрела, оттуда, оттуда. Послушайте, сконцентрироваться на Христа, он знает передвижение всех твоих противников. И подобно величайшему пороку Ессерию хочу воскликнуть. Господи, открой моему услуге глаза, чтобы он увидел, что вокруг этого осажденного города наших колесниц и наших войск больше, чем противника. Я хочу, чтобы он открыл наши глаза на истинную смысл и цель страданий. Потому что самый высокий смысл страданий борение, прилежнее молиться. Слышите, братья и сестры, прилежнее молиться. И вот то, что мы сейчас прочитали здесь, это последнее место Священописания. Еще раз, еще раз, наверное, возвращаю, потому что оно одно из самых любимых. Радуйся в страданиях моих за вас и восполняй недостаток в плоти своей страданий Христовых. Восполняй для того, чтобы тебе иметь во всем победу. Давайте встанем пред нашим Господом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok